Да, удалось переключиться. Для меня, честно, тот сезон очень тяжелый был, поэтому отпуск, как пришелся кстати, удалось переключиться. Семья всегда, она снимает, что называется, отрицательные эмоции. Побыл в семье, встретили Новый год, успел поиграть с друзьями в футбол, пообщаться, поэтому готов к новому сезону, так скажем. Я считаю, что последние три игры мы какую-то игру поймали свою. Такая структура была игровая, канва, что называется, игра игровая была. Неплохое взаимодействие на флангах было. И эта игра держалась, и хорошие победы были у нас. Что-то удалось в том году за месяц наиграть. Но сейчас беспокоит, конечно, то, что часть футболистов основного состава покинули нас по разным причинам. Сейчас много новичков, и беспокоит то, что много травмированных на сегодняшний день. Именно травмированных тех людей, на которых мы рассчитываем. И вот это беспокоит. Сейчас, походу, уже таких сборов два человека, что называется, уже сошли по разным причинам. Так, с опаской я смотрю на эти вещи. И единственное, что беспокоит это большое количество травм. Много вора. Позже вчера у него произошло игровое столкновение. Завтра у него будет обследование. И по результатам этого обследования уже будем понимать, что дальше. И марки. Там у него возникли проблемы. Сердечно-сосудистая система. По результатам обследования диспансерии. Поэтому сейчас ему предстоит пройти более улыбленное обследование. И тоже по нему уже будем понимать, что дальше какая картина будет. Да, некий дискомфорт есть по погоде. Но даже несмотря на эти условия, мы находим возможность проводить двухразовые тренировки. Дай бог всем здоровья. Если все выйдут в строй, я думаю, что из этой ситуации мы выйдем. И можем и здесь достаточно качественно, плодотворно подготовиться к сезону. Например, с Грязновым и с Тариком я уже частично, хотя бы не продолжительное время, но был знаком по работе НОА Юрмова. Более-менее, хотя официальных матчей не было, но по тренировочному сбору так получил представление. Тарик приехал. После полтора месяца вынужденного простоя у него была травма. Поэтому сейчас видно, что он еще не готов. А Грязнов, в принципе, уже в неплохой форме находится. И так, я считаю, должен влечься в коллектив. Центральный защитник Чопа Алексей из Зимбру в Молдавии. Я только знакомлюсь с ним. Первое впечатление старательное, обученный, хорошо играет в отборе. Приятное впечатление. И Карташьяна Артура. Тоже с ним знакомлюсь. Иначе не был знаком. Ну, тоже очень хорошие данные. Быстрый. Левая нога, что важно для центрального защитника. Тоже не совсем готов. Так как в силу того, что с него снялся, достаточно большой у него период был. Игрового тонуса не хватает. Но время еще есть. На всех надеемся. Точно нам нужен один защитник. Желательно универсал, который может играть и в центре, и на фланге обороны. И игрок под нападающими. Вот эти две позиции наиболее актуальны у нас. Конечно, никто задач не снимал. Задача. Стояла попасть в Еврокубки. Так она и стоит. И за два круга, я думаю, возможность эту задачу решить у нас будет. Мы будем всячески стремиться к ней и делать все возможно. Ну, честно, я за другими командами не следил. Я особой информации не имею, как другие команды. Ну, что касается нашей команды, конечно, хочется, во-первых, быстрее определиться с Костяком. И быстрее наигрывать состав, чтобы успеть. Времени не так много. Ну, и хочется, конечно, чтобы была скамейка. Чтобы были люди, которые выходят, усиливали по ходу матча игру. Потому что у нас очень плотный календарь. Например, там, с 24 февраля по 16 марта нам предстоит 6 игр сыграть. Это за 21 день. 6 игр – это достаточно очень плотный календарь. И здесь нам нужна, конечно, скамейка. Ну, надеюсь, рассчитываю, что все-таки к концу трассера на окна мы укомплектуемся и какой-то такой боевой единицей станем и способны будем решать эту задачу, попасть в руку. Ну, во-первых, там, скорее всего, так вот на сегодняшний день планы сыграть по тайму, чтобы кому-то, наверное, как всегда придется больше провести. Ну, это и знакомство с новичками, и план подготовки вот этого полтора месячного сбора сезона. Это и физическая готовность, и тактическая подготовка. Конечно, первая игра навсегда дает пищу для размышлений. Уже можно провести какое-то большое теоретическое занятие. Уже ребята станут лучше понимать требования, как именно после этой игры. Поэтому здесь, ну, все это просто игра, как этап подготовки, как такой рабочий день, рабочая тренировка и более-менее. Как игроку, наверное, так можно сказать, более-менее карьера удалась. Из нефутбольного города Челябинска удалось пробиться, стать трехкратным чемпионом в сборной России, проиграть. Что касается тренерской карьеры, конечно, пока каких-то высот я в ней не достиг. Но надеюсь, что время еще есть, и уже и опыт есть, и надеюсь, и вот эта игрокская карьера, и вот этот уже опыт. Да, пока опыт там больше ФНЛ и больше вторая лига. Но надеюсь, что в сумме вот это все-таки позволит мне идти как к тренеру дальше. Здесь у меня контракт до июня. Хочу максимально здесь в НОА плодотворно поработать. А дальше, ну, амбиции только двигаться вперед, а куда уже, как Бог распорядится, так все говорится, что хочется, конечно, работать на высоком уровне, и там, что называть, видимо.